Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Это значит, наступило время очередного выпуска программы «Доживем до понедельника». Мы дожили до понедельника. Есть интересные новости, которые мы готовы обсудить и послушать ваше мнение. В студии, как обычно, Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальяна. Добрый вечер. Добрый вечер. 370-3101. Это наш прямой телефон. Как обычно, ждем вашей реакции, ваших звонков. Готовы вас слушать, отвечать и обсуждать. Реакция, кстати, уже есть. Я думал, да. Вообще, на самом деле, май, июнь, 61 календарный день нашей с вами золотой жизни. Из этих 61 дня 25 выходных. Мне кажется, что мы пришли уже к рассвету, к подъему ВВП. Мы шикарно живем. Но мы не отдыхаем, потому что на нас все держится. На нашей программе все держится. И в этом городе, и в этой стране, и в этой пятой, да, от Солнца планете. Земля. Где уже зубы. Может быть, это какая-то. Такая ирония. То есть, все держится на нашей программе. А наша программа, у нас есть прямая связь, эфир прямой. Пишите вот в социальную сеть Facebook. Уже есть вопрос, правда, он как-то сформулирован. Сергей Левченко. Не только, это, я так понимаю, пожелание. Не только о природе и погоде, хотя и очень жарко, но и о выборах на 27 округе. А то уже поделили битву, ботву или, а битву между ОПО-блоком, тут почему-то с буквой Ж, и Укропом, Красновым, и Тамчук, и все. Тут без запятых, когда там все. Мы поговорим, я так понимаю, о 27 округе. И о погоде. Тем более, что мы все трое избиратели. Да, у каждой программы об этом говорим. И о погоде, обо всем поговорим. Вообще, для начала, наверное. Я думаю, что для начала, ну, следуя, в общем, традиции, ну, я думаю, что президент уже, наверное, успел, там, мэр. Но мы тоже поздравим все-таки всех зрителей нашей программы с наступающим праздником, днем Конституции. Ей исполняется ровно 20 лет. 20 лет? Да, да. В 1996 году в ночь с 27 на 28 июня, мы все помним, ну, многие помнят. Обычно в ночь, без объявления. Да, когда, значит, их просто сказали, ребята, пока вы не согласитесь, что у нас будет такая Конституция, никто отсюда никуда не уйдет. И они согласились. И ушли. И теперь мы так и живем. Да, и у нас такая Конституция, я не знаю, многие ли из наших зрителей читали ее или перечитывали. Скажу, что не перечитывал. Ну, какие-то... Но читал. Главное, чтобы чтили. Да. Какие-то статьи помню. Ну, в общем, конечно, нашей Конституции еще набирать и набирать, чтобы она была вот как американская, да, там, и по возрасту, и по значимости. А наша молодая, наверное, поэтому и День молодежи тоже празднуется в эти дни. То есть вот День молодой Конституции, вот примерно два года. Мы уже запутались. Запутались, но это же вот из числа тех праздников, о которых говорил. Женя, праздник и хорошо. День Конституции прекрасно. С праздником, с праздником, дорогие друзья. Традиционно путают День независимости, День Конституции, как-то все из-за... День соборности. Соборности, да. Пятая по размеру планета у нас и третья от Солнца. Да, третья от Солнца. Тайна третьей планеты. Проверили. Размер у нас иксы. Элечка или в астрономическом порядке? Ну, с праздником поздравили. Я думаю, что тема одна из таких обсуждаемых тем. Минувшей, да и этой недели, собственно, этой недели, да, уже началась. Я не знаю, что будем в первую очередь обсуждать. Вот Brexit, новый референдум возможный. Брекеты. Ну, Brexit, да. Новый референдум, который, возможно, там как-то забрежил. Выход в Шотландии, опять-таки, возможный. Или какие-то такие мировые тенденции к сепаратизму. Ну, состоялось то, что состоялось. 48 на 52. 48 процентов на 52 процента. 52 проголосовали за выход Британии из Евросоюза. Как обычно, основную часть голосов дали пенсионеры. Как обычно у нас это бывает. Но еще не только возрастные различия в голосовании были, но очень разные территориальные различия. Потому что те части страны, в которых, которые потерпают от, украинское слово, которые страдают от иммиграции. Терпилы, терпилы. Да, да. Они вот проголосовали за выход. Да ладно, да Лондон страдает, но... Лондон вот не смог дать голосов нужного количества. Вся северная часть Англии и Мидлендс, они проголосовали за выход. Ну, и вот что самое интересное, на следующий день самый популярный запрос в Гугле был, что такое Евросоюз. Да, и второй запрос, за что мы, собственно, вчера проголосовали. Сейчас уже там, уже огромное количество подписей за повторный референдум. Но Кэмерон уверил всех, что не будет. Нет предпосылок к проведению повторного референдума. Уже там миллиона три, по-моему. Да, уже несколько миллионов. Вообще чудесный политик Кэмерон, потому что слушала, вот сразу его, слушали, да, его выступления. Вот, все изменится. Ничего не изменится. Все будет. Вот политик настоящий. Нет, на самом деле, это как бы не факт. Кэмерон заверил. Кэмерон, на самом деле, все равно у них есть юридическая процедура. И, кстати, мало кто знает, помимо парламента, который должен засвидетельствовать волю, все равно королева, да, есть. А как почтенно эта женщина поведет. На самом деле, они же сейчас как бы начали чесать свои ватно-саксонские репы, как бы, потому что трындеть, как хорошо будет, это одно. А это одно, а ответственность Секлетова Филипповна, это что-то другое. Так никто не знает, будет ли хорошо. Да, это что-то другое. Вот, потом, и теперь тот же Нил Фарадж, один из идеологов, дает заднюю. И Борис Джонсон Бэр в Нью-Йорк, один из хедлайнеров проталкивания этого Брекса. Это тоже. Это, который на велосипеде. Да, который он вел, да, велосипедный мэр, экс-мэр. И там действительно, вот ты сказала, да, возрастной срез о многом говорит. В 18-24 года группа 75% проголосовали, чтобы остаться в Евросоюзе. 25-49, то есть самая такая трудоспособная и налогоспособная, скажем, налогообразующая часть. 56% чтобы остаться. От 50 до 64 лет 44%. И 65, и такого возраста даже выговорить мне трудно. Плюс 39%. Когда-нибудь выговорить. То есть, по сути, получается, что там тоже все решают пенсы. Не фунты, главная единица. Мелочи. Да, пенсы старые, чеканные, стальные, с налетом бронзы. Пенсы такие там вот в Англии. Да, хорошие. Разменные, да, разменные пенсы. У нас же тоже бабушки, например, кричали «смерть НАТО» или «смерть Георопия». Хотя что такое НАТО, по сути, что? Я понимаю, это достаточно притянутая аналогия. И тем не менее. Но с моей точки зрения, есть вопросы, которые, ну, это мое личное, но нельзя их выносить на референдум. Вот, это самое основное. Нельзя референдум. И когда действительно это уже расхожая мысль, она оспариваемая. Я сам не юный человек, хотя в расцвете и сил, и слабости. У меня это одновременно. Ты в расцвете или в расцвете? Когда, давайте не будем во мне, потому что Гильфер меня троллить будет потом. Спасибо. Канун дня Конституции. Говори, что случилось. Я не вижу, что действительно люди, которые определяют жизнь будущих поколений, те, которые не очень, в общем-то, планируют. Ну, так природа заведена, давайте в поколениях жить. Хотя и юным там соплякам же тоже, по идее. Но там есть традиции. Нет, они еще привержены. Конечно. В заключение еще хочу сказать, у нас же как, у народа есть интернет и программа доживем до понедельника. В Англии, в Британии есть еще и газеты. И вот такой интересный факт, помимо возрастного среза и так далее. Ой, я, кстати, на секунду представил, что может же случиться факт, что англичане в Шотландию будут по шенгенам ездить теперь. Так может быть, да. Те, кто читает Guardian, короче говоря, практически все проевропейские. А те, которые читали Daily Mail, The Sun, то есть таблоиды. Таблоиды и серьезные газеты. Так что очень важно. Они, кто что читает. У них есть средства массовой информации, которые влияют на людей. Да. Ну, у них есть люди, на которых влияют средства массовой информации. Я все-таки думаю, там поинт не поставлен. Я ничего даже не мог бы добавить, но все-таки там чуть-чуть скажу. Ну, вот есть же люди, которые все анализируются именно с экономической точки зрения, потому что, на самом деле, все равно, мы же старые марксисты и понимаем, что, на самом деле, бытие определяет. Это продержи-барксисты. Падение фунта должно как-то разнообразить. Европейского сообщества, и так ему и надо. Ну, на самом деле, я думаю, что европейское сообщество, оно по-разному развивалось. У них и средневековье было, как-то пережили и сейчас. Я думаю, что это просто определенный вызов. Там не глупые ребята. Это, наверное, в общем-то, что-то придумают. То есть, я думаю, что нам за них волноваться, потому что, вот, главная тема Украины – это Брекзит, да? Ну, что же, как же там? Да, вот каждый день, ведь он номер один уже не первый день. Вот там в каком-нибудь Израиле, я думаю, там об этом говорят меньше. В какой-нибудь Израиле? Я имею в виду с точки зрения отдаленности. Зато наши руководители очень оптимистичны. Я вообще хочу просто процитировать Черчилля, тоже же человек, как бы, английский, там, и много чего сделал. Он сказал, что для того, чтобы лишиться иллюзии по поводу демократии, надо просто пять минут поговорить с рядовым избирателем. Наверное, это относится вот и к этому Брекзиту. Я думаю, что Англия, она имеет очень, как бы, большой опыт всяких разных волеизъявлений, поэтому, я думаю, что переживет и это. Пять минут или один звонок нам. Звоните нам, 370-3101. Мы тоже послушаем и как-то обсудим. Я добавлю только, что мне очень понравилось, что наши руководители очень оптимистично настроены. Это, может быть, британцы много денег потеряют. А вот Климкин нас заверил, что вот Климкин, наш министр, всего лишь на нас это скажется только вот на один месяц позже Украина, возможно, получит безвизовый режим. Это вот как-то задержит, да, все эти результаты. Ну, мне даже нечего сказать. В Англии все равно была своя виза, так что... Да не очень-то и хотелось. Нет, просто эти процессы отложат нас, наш безвизовый режим на один месяц. Они нас просто отложат. Они на нас давно уже, да. Ну, что, давайте к городу, в город, да, спускаться как-то в город. Потому что говорить на самом деле есть, и уже запросы там есть о выборах. Но прежде чем о выборах мы начнем говорить, у нас очень много действительно рекламы сейчас в городе, и выборной рекламы, и коммерческой. И вот на минувшей неделе наш мэр заявил о начале бескомпромиссной борьбы с размещением незаконной рекламы на улицах города. Подчеркнул, что никакие интересы предпринимателей не пострадают. Билборды, только все ради жителей. Билборды, которые установлены незаконно и не платят в бюджет, будут срезаны на металлолом. Требуют прозрачных правил для всех. А как билборды могут платить бюджет? Они же не живут. Ну, за их размещение. А там люди, на них же хозяева. Ну, вот что больше всего, вот отмечу внимание, те борды, которые расположены на перекрестках. И в велодорожках, они закрывают видимость велосипедистам, они тоже будут как-то там упорядочены. Или снесены. На всех двух велодорожках? У меня, да. У меня вот я об этом хотела сказать. У меня очень большая просьба к нашим зрителям. Если вы зафиксируете хотя бы один факт сноса на перекрестке, какого-то билборда, который вот закрывал какую-то видимость. Если вы найдете, кроме вот той одной 100-метровой или чуть больше велодорожки, которая вот от танка у нас есть и помечена, если вы найдете еще в городе велодорожки, пожалуйста... Пожалуйста, звучит велодорожка от танка. Да. Пожалуйста, позвоните нам, потому что я правда не знаю, где в городе велодорожки. Это, кстати, боль. Я открою интим... Это боль. У нас вообще рубрика «Интимные секреты Кальянова» и передача «Среди нас троих» один единственный человек, который на велосипеде. И это не Гельфер и не я. Это я, да. Ну, у нас беда с этим. Я не знаю, почему вот такое обоснование именно про велодорожки выбрано. Но это правда смешно и вот как бы нужно использовать им другой. Давайте звонок послушаем. Да порешаем. Звоните нам, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Есть у нас телефонный звонок. Готовы вас послушать? Добрый вечер. Добрый. Мужики, меня просили говорить везливо. Меня зовут Василий Янниковов. Ну, что я вам скажу. Вот эта тема вашего разговора уводит в сторону от насущных проблем государства. Построения государства. Перед Конституцией. Гибнет экономика. Гибнет экономика. Народ поставлен на грани выживания. Почему нам этот плебисцит в Великой Британии? Может, давайте все-таки всерьез займемся внутренними делами? Да. Василий, вы абсолютно правы. Давайте займемся выборами. Да, все. Значит, давайте говорить о внутреннем. Леночка и ты. Мы уделили там 5-6 минут событий. Мужики так мужики. Вот и рассказывайте про выборы. Я обещал директору канала, что я буду себя правильно реагировать на звонки и вести себя. Вот поэтому, вы абсолютно правы, Василий. Да. Значит, мы говорим о насущных делах. Среди насущных дел, значит, в гибнущей нашей стране, вот, есть выборы в нашем гибнущем 27-м округе. Вот, гиблом. Причем очень обширный выбор. Да, обширный выбор. Да, выборы. 61-м округе. И я знаю, почему вот, когда вот все гибнет, почему люди туда идут? На самом деле, люди идут в Верховную Раду работать. Именно вот так вот. Да. Григорий Аркадьевич и Елена, как твое отчество? Анатолиевна. Анатолиевна. Будем знать, Евгений Маркс очень приятно. Я не зря спросил отчество, потому что сейчас, особенно для кандидата, это очень важно, какое у него отчество. Они идут работать, потому что треть кандидатов, сейчас же всего разыгрывается 7 мест под купол этого цирка, да, в Раду, 378 кандидатов на эти 7 мест, из них треть безработная, 133 временно или безвременно не работают. Но почему столько кандидатов, понятно, они, во-первых, для контроля в комиссиях, они туда идут, и для энтропии, ну, чтобы представлять кого-то в комиссии, и для хаоса, для энтропии, для того, чтобы дезориентировать человека, избирателя. В нас, что касается нашего 27 округа, у нас из 61, 23 временно не работающих, вот, причем, кстати, я посмотрел, вот, и Шилова, и, кстати, Загид Краснов, который тот, один из четырех, именно тот, который Геннадьевич, он тоже написан временно, записан временно безработным. Лишь 12, статистика по 27 округу, 12 человек у нас от партии идут. Вот, какими бы партиями ни были, плохими или хорошими, хороших нету, на мой взгляд, вот, но 12 честно от партии, 49 так называемых самовыдвиженцев. Ну, на самом деле, это понятно, либо... Люди и женщин. Да, и выдвиженщин, в основном, это либо какие-то группы они представляют, либо какие-то администрации каких-нибудь президентов, то есть, вот такие вот. Высшее образование 42 из 61, ПТУ 13, то есть, Бурса 13 человек, и 6 школы закончили, что тоже немаловажно. Жители Днепра из 61, 42, 42 человека. Но характерной деталью является, что билборды и вообще агитация только у 5-7 человек идет. Ну, и, конечно, вот этой вонючей фишке, я еще пару слов скажу, конечно, клоны. Да, 4, это набирает сейчас популярность. 4 Красновых есть, из них 3 загида, 1 Вячеслава, 4 Рычковы, 3 Тани и 1 Валя, и 4 Тамчук. Все Оксаны, но это, которая настоящая, повезло, потому что она первая идет в списке, и, соответственно, ну, запутаться. Но, на самом деле, как бы до 4 июля могут снять, сняться кандидаты, и там уже будет понятно, кто где, чего наплодил на самом деле. Останется порядок, там и позырим. И в конце, как бы, этого спича, мы агитации не будем за него, у нас, понятно, есть свои предпочтения. Плюс я являюсь просто доверенным лицом одного из кандидатов, поэтому я не буду пиарить. Но здесь скажу, что Вилкул, на самом деле, очень грациозно облегчил проблему выбора очень многим. Точнее, не выбор, а проблему. И, на мой взгляд, то, что вот Краснова пишут о едином оппозиционном кандидатам, это, по крайней мере, я сейчас без иронии говорю, это, по крайней мере, честно. И эпифанцию. А уже же есть единственный. Он единый, а она единственная. А он единственный, она единственная. Нет, он единый, она единственная. С невыбором, условно говоря, в демократическом и патриотическом лагере стало более понятно. А вот с выбором, я, мое личное убеждение, что еще не поздно, недели за две, если и те, и другие, я, прежде всего, имею в виду и Тамчук, и Рачкова. Тамчук, Рачкова и Краснов, основные игроки. То есть, понятно, что кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий. И если они себя, особенно силы, которые поддерживает Тамчук, это партия Укропа и Рачкова, самого движенца, но близкие, скажем, к БПП. Кто, если действительно демократичный, но примите решение, не дайте реваншу состояться. Вы видите, что кто-то побеждает. Дайте консолидирующий, классный, это был бы офигенный консолидирующий сигнал. Я боюсь, что меня не очень поймут ни в штабе Рачкова, ни в штабе Тамчук, но на самом деле это как бы был сигнал, которых не хватает, каких мало. Но, к сожалению, очень судьбы решаются. Но посмотрим, может быть, они на это пойдут. Но победа, скажем, сил, хоть это и клише, сил реванша на этом округе, она не изменит расстановки в стране, но это такая пощечина, скажем, серьезная. Я думаю, у нас как в Британии будет, потому что голосовать будут возрастные группы, и все будет зависеть от погоды, от погоды. Если будет очень жарко, никто никуда не пойдет. Много двойников, тройников, удлинителей, как шутила одна из команд. Да, простит меня Василий, я об Исландии. Ну, я просто хочу сказать, что там... У Исландии там... Да, Исландия там тоже... Они сегодня играют с Англией, кстати, которые еще в Евросоюзе. Да, да. А наш главный режиссер, он вообще на фарежских астронах сейчас. Я завидую просто... Да, ну, это мы Василия вообще сейчас вгоним когнитивный диссонанс. Я просто хочу сказать, что там вот прошли выборы, но просто вот, значит, поскольку порядка 30-40 тысяч болельщиков из Исландии уехало болеть во Францию, значит, за команду, которая удивительно выступает, в смысле здорово, и под угрозой результаты президентских выборов оказались, потому что вот это вот количество людей, это более 10% активно голосования, ну, то есть это вообще 10% населения, где-то 330 тысяч человек в Исландии, это где-то районом... Наверное, это примерно как 27-й избирательный округ, вот по масштабам, да, вот... Порядка 60 тысяч на 27-м округе должны проголосовать. Да, ну, значит, то есть, ну, что-то такое соизмеримое, да, и в Исландии, ну, чуть больше, да, но там все-таки выбрали историка, ученого, у него нет двойника, его зовут Гудни, Йоханнесон, я думаю, что человека в Исландии с фамилией Йоханнесон, наверное, найти невозможно, поэтому они даже не рисковали, поэтому вот этот Йоханнесон Гудни просто выиграл, и в Исландии теперь новый президент. Ну, это ладно, вот как они сегодня с Англией сыграют, это, конечно, очень важно и интересно, поэтому надо быстрее проводить передачу, чтобы успеть на футбол. У нас еще есть время. Там Италия, Испания в 7 часов, не надо. И давайте мы звонок послушаем, у нас тема выборов, мне вот сообщают, есть зрительский звонок. На Василий, мы вас слушаем. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, Лена Николаевна. Здравствуйте. Я хочу сказать, что, вот говорят за выборы, у нас три палатки стоят, все филатовские. Все филатовские? И на сей раз тоже будут, будет укроп диктовать, кого выбирать. Нет, конечно. Это же не секрет, вы же знаете, как обидели англичанина, когда прошлые выборы были, и Запад молчит об этом. Я не поняла, три филатовские палатки, филатов не участвует в выборах. Так это его сторонники, понимаете? Его сторонники. А я, например, за журналистку хочу голосовать. Ну, голосуйте, пожалуйста, за журналистку. Калина, а ты балансируешь? Нужно только обязательно прийти на выборы и проголосовать, ну, за кого, ну, как мы вам можем диктовать, за кого голосовать, и агитировать-то мы не имеем права. Хотя, хотели бы, может быть. Но проверка, ну, то, что, а какая третья? Она считает, это, наш зритель считает, что Рычкова это, типа, укроп, да? То есть, то, чего технологи, Татьяна Рычкова, собственно, и добивались. И кто? Я не знаю. Тамчука, что третий еще у нас от укропа? Нет у нас уже, да, на линии, нет. У нас нет укропа, получается, никого нет? Ну, три, вот я тоже. Ну, загид, самая главная укропа, нет, ну, на самом деле, эта ошибка, это, в общем-то, не есть. От укропа идет Оксана Тамчук, Татьяна Рычкова, самобыдвиженец, при поддержке, что не стыдно скрывать, как бы, президентской команды. Загид Краснов, самая громадская сила, при поддержке оппозиционного блока, что, честно, тоже сказано. Ну, ты, в общем-то, я не понимаю, пока вроде никто никому ничего не диктует, вот как бы, как могут, так и борются, может быть, не всегда, хорошими методами. Ну, да, и плюс то, что зеленый цвет, это не всегда принадлежность к филатову или к филатовским силам. Может, это гринпис, например, может, это зеленая, да, партия зеленая. Равно, как укропа меняли, когда они взяли вот этот шеврон укропа, что, ну, достаточно, скажем так, борца тогда выглядела, и все были согласны сторонникам. Равно, как сейчас, насколько я знаю, укроп, они совершенно, говоря журналистским языком, ну, я не журналист, офигели, когда увидели зеленые палатки Рычковой, а потом же Рычкова, это совершенно другая команда. Ну, каждый год пляшет на этих выборах. Хотя тоже достойный человек, нет вопросов. Скоро увидим, я думаю, что и какие-то рейтинги мы услышим ближе туда к выборам. А рейтинги по поводу вот возможных выборов президента, они появились на минувшей неделе, делали соцопрос, если бы выборы президента были сейчас, вот за кого проголосовали бы украинцы. И вот 12% опрошенных назвали Савченко президентом возможным. Рейтинги у Порошенко и Тимошенко практически одинаковые, 6,5 и 6,4 у Порошенко, 6,5 у Тимошенко, даже чуть опережает. А 12% за Савченко, так что вот, вот как бы все непредсказуемо. Кстати, Савченко была в Днепропетровске, вчера участвовала, была пресс-конференция, да, и она участвовала в таком социальном мероприятии, самый большой национальный флаг Украины в мире. Развернули на площади героев Майдана, 40 на 60 метров величина флага, он уже попал в книгу рекордов Украины, его развернули в Мариуполе после того, как освободили от российских оккупантов. И он был в Киеве, теперь вот он побывал в Днепропетровске. Я был, кстати, вчера на этой встрече, там было 5 журналистов, и я... У Савченко. Да, да, Савченко, эта встреча была ни о чем, я мог бы поднять ее, скажем, там градус, но я не стал этого делать. Чуть-чуть-чуть. Не, ну действительно, у меня были вопросы, но я увидел, что это как бы особого смысла. Но она возможный президент, так и действительно... Это наше куберство, то есть я в связи вот с этим-то упомянула, хочу сказать вот о любви, о женской, любви женщине к женщине, которая меня очень зацепила последние дни. Вот она ее любит, она ее три дня, она много дней, она ни дня не может без нее прожить, она не жалеет вообще сил, пиарит ее взахлеб, используя свой тестостерон и эстроген. Почему? Потому что это любовь. Она это Шилова, кандидат, буду попиаривать Шилову, а вторая она это Савченко. Эту историю я для себя называю, может это не понравится Василию или Александру, или Рудольфу, я для себя ее называю Титьки Медведчука. Кстати, есть приказ Гостелерадио, номер 577, по которому слово Титьки можно произносить в эфире. А вот Медведчука нет. То есть, ну сколько, да, ну сколько Титик работает на Медведчука, две или четыре, я пока для себя вывод не сделал. В Шиловой, допустим, там как бы все понятно. Я на самом деле не люблю, то, что я говорю, мне не нравится, но я это говорю. Не люблю конспирологии, но, но, вот то, что резко возлюбили, вот с моей точки зрения, ну, недруги, скажем, наши, Шарий, Мансиан, вот, и последнее время Шилова на щит возносят Савченко. То ли это попытка ей навредить, то ли это все-таки действительно, но это уж очень совпадает то, что она говорит, хотя она говорит, что это вырванная с контекста, как вчера я ее спросил. Очень совпадает с риторикой, вот, грубо говоря, там, Кремлевской, Медведчуковской и так далее. Шилова вообще ее рекламирует сейчас, попарить постов каждый день, вот, вчерашнюю встречу. Дальше. Я просто зачитаю из последних дней у Шиловой. Савченко призывает отменить антироссийские санкции и не мучить русский народ. Вот, Савченко продолжает разочаровать жидобандеровскую, проамериканскую элиту. Ну, такие слова вообще. Такие, да. Я цитирую. Это я цитирую Шилова. Такие, да. Она же журналистка. Савченко против летального оружия для Украины. Савченко продолжает радовать движение антивойна и 95% таких здравомыслящих людей. Вот, и своими разумными залей. Ну, Шиловой там, допустим, понятно, но мне не хочется, не очень хочется, чтобы действительно герой уходил в маргинез. Хотя политзаключенные – это одна история, мы все переживали, мы каждый на своем месте делали там и флешмобы, и обращения, и так далее. То есть это была наша боль, реально. Но политик – это кино совершенно другое. И вот это вот мы никак… У нас эти вот номера сейчас есть, мы написали, мы его показали на камере. А когда увидит Света? Думаю, мы сейчас делаем клик. Он об этом. Я думаю, что мы покажем. Не о Савченко даже, а о вот этом действительно кумирстве, вот этом черно-белом отношении. Вчера Савченко как бы сказала, что многие ее заявления вырваны из контекста. Но на мои вопросы, ну, как-то она достаточно путанно отвечала. Но вот с этим очень хочется разобраться. Ну, сейчас судьба героини. И с собой, и со своим деланием кумира. У нас три минуты остаются. Я хотел просто немножко, вот, как бы обобщить. Просто оказывается, что проведена статистика по Украине, и типичным украинцем является женщина. 40 примерно лет. Типичным украинцем является женщина. Да, да. Нет, ты пока еще не типичным. Причем, вот, из села, как бы. Ну, может, ментально или ровно. Я как бы в городе, да? То есть, поэтому, вот, на самом деле, и появление этих персонажей, о которых ты говорил, это просто вот склонение, как бы, к той типичности. То есть, ну, а кто должен, как бы, идти в политику, если не типичный украинец? Именно женщина лет 40. Да, ну, просто по статистике, мы за этот год постарели на три года. То есть, на самом деле, вот. На три месяца. Я читал, что на три месяца. По-разному же. Так, не спорьте, у нас минута не спорьте. Значит, и, в общем-то, ну, население Украины стало, значит, ну, без Донбасса, без Крыма, там, это, значит, 42 миллиона 591 тысяча человек. То есть, мы стали несколько меньшей страной. Ну, понятно, война, понятно, что идут миграционные процессы. В общем, на самом деле, все очень непросто. Но я верю в то, что украинская женщина, она, конечно же, даст возможность нам все-таки выстоять, потому что... Как типичный украинец. Да, 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 как типичный украинец, и мы проможем все наши негоразды. Полыми ноги, не на новость. Да, мы заканчиваем. Конечно, у нас 40 секунд остается. Как, в общем-то, сейчас. Ну, вот уже заканчиваем. Неделя уходов. Вы, кстати, продолжение о футболе. Месси уходит из Аргентины. Да не только Кэмерон с поста премьер-министра. Кэмерон-то можно заменить. Можно заменить, а Месси-то не заменит. Я просто хотел прояснить, что у нас за передача, кто мы такие, потому что нас иногда принимают... В фейсбуке. Да, но мы же видим по вопросам, иногда не за тех принимают. Можно крик души, крик души. Крик души и прощай. Я просто, у меня есть сосед, я живу на улице Минина, я лишь на Версона, я еще не знаю, за это идет борьба. У человека... Одна нога здесь, другая. Да, у человека сняли колеса с машины, я вот иду, она стоит на кирпичах, и он грустно говорит. Вы же работаете на телевидении, вы же скажите, что это никуда не годится, значит, что с этим надо бороться. Предупредите людей, люди, я вас предупреждаю, берегите колеса, а полиции сказать, чтобы следили. А на телевидении мы не работаем, потому что денег за эту программу мы не получаем. Все, спасибо. Поэтому мы просто отдаемся. Молодцы, все успели. Поэтому говорим, что хотим. В следующей программе объясняем, кто мы и что мы в очередной раз. Да, надо, надо. Спасибо за внимание, пишите, звоните нам, оставайтесь на девятом канале. Доживем до следующего понедельника. Всего доброго, не обижайтесь, если что.